В Дагестане в разгаре сбор клубники. Выращиванием этой сладкой ягоды масштабно занимаются аграрии 10 муниципальных районов. Площадь плантации в республике более 2000 гектаров, в числе лидеров хозяйства Дербенского, Кизелюртовского, Хсаюртовского районов. Первый урожай, выращенный под пленкой, получили еще в конце апреля, а дальше началась уборка с открытого грунта. В условиях санкций дагестанские аграрии могут обеспечить клубники и другие регионы России. Клубника – это больше, чем ягода. Ученые установили, что людям нравится не только вкус, но и запах растения. Они действуют совместно, нанося неотразимый удар по нашему мозгу. Самая вкусная и самая красивая клубника. Кто будет ее кушать, это вот такая красивая и молодая будет. И кровь чистая. Еще совсем недавно на прилавках крупных супермаркетов, причем круглый год, была клубника из Египта, Китая, Турции, Сербии и даже из Европы. Сегодня дагестанская продукция может составить серьезную конкуренцию иностранному товару. Дагестанская клубника, она отличается, она самая вкусная, она выращивается, производится в уникальных условиях теплообеспеченности и опытными руками наших земледельцев. И мы сегодня в состоянии обеспечить потребности наших регионов, населения нашей страны. В одном только Кизелюртовском районе клубнику выращивают на 180 гектарах. Преимущественно это личные подсобные хозяйства. Лидеры по сборам – села. Стальское, Кировоул, Комсомольское и Кульзеп. Урожай здесь получают с середины апреля, выращенные под пленкой, и с открытого грунта до июля. В отдельных хозяйствах предпочитают ремонтантные сорта, дающие урожай до поздней осени. Одну клубничку в рот, другую в ведерко. Можно одновременно работать и кушать. Очень сладкие клубники. Я люблю работать. Клери и Альба – популярные сорта клубники. Ягоды крупные и неплохо переносят транспортировку. Примерно через две недели созреют сорта с вкусом лесной земляники. Эти ягоды мельче, слаще и идеальны для приготовления варенья. Очень сладкие. Попробуйте, мужчина, вы тоже попробуйте. Ну, после таких слов не попробовать. Конечно. Не покушать сольский. Вы тоже попробуйте. Самый сладкий соль. Да? Да. И как вам это удаётся? Очень трудно, очень трудно. Очень много над этим работаем мы. Массовый сбор клубники, выращенной на открытом грунте, в Кизелюртовском районе, начнётся в конце мая. К этому времени в селе Стальское собираются завершить строительство агрорынка. Пока же торговля во многих населённых пунктах республики идёт прямо вдоль трассы. Дегидеры зарабатывают рубль этим людям. У нас занимаются только сельские хозяйства. Вот выращенные клубники, это наши сельчане, более 50 гектаров. В Махачкале тоже все точки заняты, а здесь на трассе тоже невозможно. Это очень опасная трасса, федеральная трасса, скоростная трасса. Это невозможно продавать. Поэтому решили построить новый рынок. Медики и диетологи считают, что клубника вырабатывает гормон счастья, наслаждение от которого получают не только вкусовые рецепторы, но и клетки мозга, эндокринная система. Даже клубничный аромат может прогнать негативные эмоции. Раим Абдулаева, Кази Ахмед Абдулхаиров, Рамазан Амаров, Юсуп Гази Амаров. Время новостей.